История Ехала я, когда ехала по ухоженным улицам прекрасного Минска И почти уже заворачивала домой, как вдруг увидела большую коробку из-под телевизора О, камин! – мелькнула мысль И моя годами натренированная фантазия вмиг представила конечную картинку элегантного камина И вроде не сказать, чтоб я как-то особенно страдала без камина до этой минуты И Новый год еще не скоро, и казалось, проехали забудь Но, как известно, каждый день камины на дороге не валяются, а тем более такие роскошные Я не без труда запихнула огромную коробку сначала в машину, потом в лифт, потом в проем моего дома Как поется песня «Уставшая и счастливая» Она возвратилась домой Вечеру, вальсируя в обход большой коробки, члены моей семьи по мере прибытия задавали мне один и тот же вопрос «О, у нас новый телевизор» «Нет, это камин!» – отвечала я И знаете что? Никто из них не пожимал плечами, не крутил пальцем у виска, не звонил психиатру, не задавал никаких вопросов Камин так камин, какие могут быть сомнения? Святые люди живут рядом со мной Благослови их Господь! И я приглашаю вас посмотреть, как стираются зыбкие грани между обыкновенной коробкой и роскошным каминным порталом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мне понадобятся обои двух видов Клей для обоев Клей ПВА Деревянная доска-столешница размером 150х30 А также немного фантазии Размеры этой коробки 135х80 и глубина 17 см Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из остатка картона я продолжу верхнюю стенку, закреплю ее на клей ПВА и оставлю на ночь Сформированную топку камина я укрепила при помощи клея ПВА и малярного скотча Таким же образом я укрепила верх коробки, на котором будет фиксироваться деревянная консоль Я купила две трубки обоев, одна из которых имитирует кирпичную вкладку, а другая штукатурка Обои я наклею на коробку при помощи клея, который приготовлю по инструкции Свет коробки мне надо сделать однородным, и поэтому для начала я приклею обои, которые уравняют ее цвет Вот на эту сторону Эту доску 150 на 30, которая будет служить консолью каминного портала, я покрашу белой акриловой краской Молдинги я нарежу по размеру и украшу каминный портал Вот так поточечно я наношу клей на молдинги, после чего приклеиваю в заранее намеченное место Ну вот такой камин у меня получается Получается очень нарядно и красиво Вот так вот он будет выглядеть Постамент для камина я сооружу из двух больших коробок, дополнив пробел коробкой от обуви Эти коробки я склею между собой и приклею на них обои Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все гениальное просто, и этот эффектный каминный портал тому доказательство Он элегантный и многофункциональный Это практичная консоль, создающая в интерьере неповторимую атмосферу Он легкий, компактный, не занимает много места Его можно без труда перенести в любую точку вашего дома К тому же при его создании мне ничего особенного не понадобилось А мой девиз – интерьер без особых затрат Откровенно говоря, мне известно немного людей Которые были бы равнодушны к каминам в интерьере Особенно если речь идет о загороднем доме И встречая таких странных людей, я мысленно пожимаю плечами в недоумении Хотя, честно говоря, камин, как источник тепла В 21 веке потерял свое функциональное предназначение Летом его, как правило, не разжигают А в зимнее время есть изобретения гораздо эффективнее Но атмосфера, которая приносит в дом один только вид камина Наполняется волшебством и ожиданием чуда Так что вполне вероятно, что мой прекрасный камин справится с этой интегерной задачей Спасибо за внимание И если вам понравился этот фильм, пожалуйста, ставьте мне лайки Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик Чтобы не пропустить наши последующие творческие встречи А также подпишитесь на мой видео инстаграм Федорова, нижнее подчеркивание, декор английскими буквами И я буду вам очень благодарна Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»